Привет, друзья! Сегодня я предлагаю приготовить суп харчо. Готовить суп на говяжьем бульоне. Грудинка, голяшка, лопатка, карбонат с косточкой. Мясо я хорошо промыла, обсушила. Нарезать мясо крупно, кусками сантиметра по 4 и убрать лишний жир. Мясо я залила водой по минимуму, чтобы оно только закрыло. Ставлю на сильный нагрев, чтобы оно быстрее закипело. Кипячу 5 минут и сливаю этот первый бульон. Если вы никогда не сливаете, то варите так, как вы привыкли. Первый бульон я слила, мясо промыла, кастрюлю вымыла и залила свежей водой. Пропорции при приготовлении бульона примерно 250 г мяса плюс-минус на 1 литр воды. Мне нужно 3 литра бульона, примерно 800 г мяса и я возьму около 4 л воды с расчетом на выкипание. Добавить немного соли, буквально пол чайной ложки и пусть доходит до кипения. Пока я жду закипания бульона, смотрите, что я сделаю. Для супа у меня есть зелень, кинзы и сельдерея, они вместе, и петрушки. Все это я вымыла, обсушила и обрезала стебельки. Возьму еще стебель сельдерея, разрежу его пополам. Вот так сложу все вместе и перевяжу обычной ниткой. Всю эту зелень я положу в бульон и когда бульон вновь закипел, снимаю оставшуюся пену, положу в него обрезанные стебли со стеблем сельдерея, есть у меня еще кусочек корня петрушки, вот такой сухой острый перчик, положу его не разрезая и также добавлю 5-6 горошин душистого перца и 1-2 лавровых листа. И теперь пусть варится при умеренном кипении до полной готовности мяса. В зависимости от мяса это примерно 1,5-2 часа. У владельцев мультиварок есть шанс это время значительно сократить. Да, лавровый лист минут через 10 я уберу, чтобы он не давал горечь. А в ожидании бульона можно провести некоторые подготовительные мероприятия. Например, хорошо-хорошо промыть рис. Я беру не свой любимый басмати, а такой кругловальный. Рис добавляется из расчета 1 столовая ложка сверху на литр. Еще у меня есть вот такие 4 сливы. Желательно использовать кислые. Нарезать их небольшим кубиком. Все это можно резать по ходу дела. Вместо слива можно использовать просто соус от кемали. Ну а если нет соуса от кемали, можно помидоры в собственном саку. Ну а если нет помидоров в собственном саку... Грецкие орехи нужно или нарезать, или потолочь, или измельчить удобным для вас способом. У меня тут полстакана, это примерно 60 г. Лук нарезать мелким кубиком. Теперь зелень. С ней так. Петрушка отдельно. Кинзу я объединила с сельдереем. Можно брать кинзу и базилик. С этой же зеленью объединяю чеснок. Чеснок можно потолочь. Острый перец я тоже нарежу мелким кубиком. Семечки я уберу, так как не хочу делать слишком острым. Мясо у меня готово. Я могу выбрать его из бульона. Разогрею в кастрюле масло. Пассерую лук до прозрачного состояния. Сюда же добавляю острый перец. Количество регулируйте по своему вкусу. Сюда же добавляю томаты в собственном соку. Я знаю, что некоторые не добавляют, но я готовлю с томатами. Поделитесь в комментарии своим вариантом харчо. Мне будет очень интересно почитать. Даю 5 минут потушиться. Добавляю бульон. Заодно его процежу. Жду пока покипит пару минут. Вы можете делать заправку на сковороде. и потом добавляю в ту кастрюлю, где у вас варилось мясо. Принципиального значения это не имеет. Кому как удобно. Бульон у меня кипящий, так что суп практически сразу доходит до кипения. После этого выкладываю рис. 3 литра 3 столовых ложки. Это примерно 90-100 г. Мясо. Косточки я убрала. Солю. Довожу до кипения. Добавляю сливы. Довожу до кипения. 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 Добавляю хмели-сунели. Кориандр. Петрушку. Варю еще примерно 8-10 минут. Выкладываю орехи. Опять даю бульону закипеть. Оставляю еще на 4-5 минут. Попробуйте. Если не хватает соли, добавьте. Вкус должен быть приятный кислый. Я добавлю чайную ложку сахара. У меня осталась зелень с чесноком. Обычно ее добавляют в уже готовый суп и не кипятят. Закрывают крышку и 3-5 минут дают ему настояться. Но это в том случае, если вы уверены, что съедите суп сегодня. Потому что если вы оставите его до завтра, он может закиснуть. Поэтому все же лучше или довести все вместе до кипения, или добавить суп чеснок и довести до кипения, а зелень потом разложить порционно при подаче. На этом суп-харчо готов. Закрываю крышку и даю ему 5-10 минут настояться. И консистенция супа в итоге получилась вот такой. Скажем так, средний. Вот такой суп-харчо у меня получился. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте. А я желаю вам приятного аппетита! Я желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok